Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Здравствуйте! В эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Рабина. Чем запомнилась минувшая неделя, расскажем в кратком обзоре новостей. Неожиданно в августе на курорте зацвела амброзия. Как бороться с сорняком и научить ответственных ухаживать за участками? Мэр Анапа Сергей Сергеев на планерном совещании напомнил чиновникам. Август – время цветения амброзии – самого сильного аллергена. Неблагоприятному воздействию у коварного сорняка подвержены 7 из 10 человек. Единственная мера профилактики распространения амброзии – своевременное уничтожение кустов на закрепленных земельных участках. Руководители городских служб и ведомств отчитались о подготовке к осенне-зимнему сезону и санитарном состоянии города. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел личный прием граждан. На встречу с мэром записались 12 новчан и гости курорта. Обсуждали разные темы. Жилищные проблемы, включение многоквартирных домов, программы капитального ремонта и организацию детского отдыха. Сергей Сергеев внимательно выслушал каждого на приеме и в очередной раз отметил – для конкретных решений и действий в каждом вопросе надо разобраться детально, изучив все правовые аспекты. В понедельник, 19 августа, жительница станицы Гостогаевской, Тамара Маслова, обратилась к мэру Анапы с просьбой отремонтировать дорогу по улице Раздольной в станице Гостогаевской. Спустя пару дней Сергей Сергеев лично посмотрел, в каком состоянии дорога в станице и чем можно помочь пенсионерам. Проверил, как отреагировали на замечания службы по ремонту детского сада номер 45 «Виноградинка». Недочеты устранили, работы еще много, в детский сад должны привезти новую мебель. В планах построить дополнительное здание или пристройку на 100 мест, чтобы сократить очередь детский сад. Накануне нового учебного года заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко ответила на вопросы новчан по телефону прямой линии. Во вторник, 21 августа, новчане звонили на горячую линию в администрации и получали консультацию заместителя мэра города по теме подготовки к школе. Людмила Гузенко ответила подробно на самые популярные вопросы родителей школьников, обеспечение учебниками, покупка школьной формы и безопасность учеников в школе. В Анапе на этой неделе организовали тематический мотопробег в поддержку соблюдения правил дорожного движения и уважения прав всех водителей легкового, грузового и мототранспорта. Водители мопедов и мотоциклов призвали не забывать о безопасности на дорогах и надевать защитные шлемы. Автомобилистам напомнили чаще заклядывать зеркало заднего вида. Гостеприимная Анапа приняла 8-й фестиваль Союзного государства России и Беларуси «Творчество юных». В этом году в нем участвуют более 200 представителей юного поколения, уже не двух, а трех стран. Впервые фестиваль расширил границы. Заявку на участие подали артисты Казахстана. В составе белорусской делегации наши коллеги – представители СМИ. При Комитете Союзного государства созданное работает собственное телевидение, выпускаются печатные издания. Для журналистов Союзного государства России и Беларуси в администрации города-курорта провели пресс-конференцию. Торжественное открытие фестиваля прошло на Театральной площади. Многие прибывшие артисты из Беларуси, Казахстана и России никогда не видели море. Поэтому организаторы решили презентовать российскую жемчужину в стильном спектакле о море с пиратами, русалками, многочисленными приключениями на виртуальном морском пространстве. Это был краткий обзор. Главные события недели смотрите сегодня. Незаконная торговля алкоголем, показателю по краю, методы решения проблемы. День государственного флага России, 22 августа, нарчане отметили в морском стиле. И в санатории АК прошел тематический день Нептуна. 11 новых рейсов автобусов запустили на линию 111 маршрута. До свидания лета. На детских летних площадках прощаются с сезонными летними каникулами. И сейчас обо всем подробнее. Незаконная торговля алкоголем, показатели по краю, методы решения проблемы. На краевом селекторном совещании главы городов и районов Кубани читались о работе и о результатах проверок. А напчан отметили – работают не для отчетов, на совесть. Поэтические названия, смешные цены на якобы элитные напитки и разнообразие сортов и видов алкоголя – отличительные признаки нелегальной продукции. На селекторном совещании подвели итоги работы за полтора месяца. В июле на Совете безопасности губернатор Кубани Александр Ткачев поставил задачу. Пресечь несанкционированную торговлю алкоголем и изъять из продажи нелегальную алкопродукцию. За это время на Кубани провели 2500 проверок, зафиксировали 4000 случаев несанкционированной торговли, составили 750 протоколов на нарушителей законов торговли и изъяли из продажи почти 500 тысяч литров спиртосодержащей продукции. Только в курортных городах Анапе, Геленджике, Сочи и в Краснодаре изъяли более 70% всего суррогата. Анапу назвали передовиком этой важной работы. В Анапе провели более 80 проверок, составили более 170 протоколов. Из оборота изъяли почти 40 тысяч литров алкоголя. Если делиться опытом, я могу сказать, что, наверное, ничего нового мы не делаем, что и в других районах. Кроме одного данную работу после предыдущего совещания взял не просто на контроль, а лично участвует глава муниципального образования. У нас создано на сегодняшний день, то есть было создано 9 групп. Буквально с 16 августа мы, понимая, что идет пик сезона, усилили данный момент. У нас на сегодняшний день 18 ежедневных мобильных групп. В каждой группе участвуют представители УВД, в каждой группе участвуют представители казачества. За полгода в ходе проверок автотранспорта изъяли 100 тонн алкоголя. За последние полтора месяца в пять раз больше. В Отраднинском районе водитель попробовал выдать 40 тысяч литров алкоголя за молочную продукцию, но его, правда, не выдержало досмотра. Странную статистику представили в Абширонском районе. Нет изъятий, хотя по отзывам отдыхающих, эксклюзивные алконапитки местного кустарного производства разливаются реками. В «Горячем ключе» составили протоколы по двум фактам нарушения. В Крыловском районе отчитались и изъяли один литр спирта. На смех всех участников селекторного совещания. Профилактическую работу организуют по трем направлениям. Предупреждение о фальсификации на уровне производства. Незаконные торговые места ликвидируют. Алкогольные напитки без документов в продажу не допустят. За полтора месяца работы результаты не только в отчетах управления торговлей, полиции и прокуратуры. Смертность от отравления алкоголем на Кубани снизилась более чем в два раза. О важности борьбы с суррогатом пишет им и Ранапы Сергей Сергеев в своем твиттере. Незаконный алкоголь изымается ежедневно. Составляются протоколы на нарушителей. Материалы передаются в суд. Но говорить о победе над этим злом пока рано. Да, уже нет той вакханалии с продажей чачи и вина на каждом углу, на пляжах, из ролетов, багажников и частных дворов. Но раз рейдовые группы продолжают выявлять такие факты, значит не до конца задушили торговцев с суррогатом. Работу продолжим. О фактах реализации алкогольной продукции в неустановленных местах, а также о местах, где производят суррогат, можно сообщить по телефону. 8-918-49-22-613 и 5-80-47. Если в борьбу включатся все, то зло можно будет победить быстро. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. 11 новых рейсовых автобусов запустили на линию 111 маршрута. В станицу Анапскую теперь удобно добираться и маломобильным людям. В новых автобусах специальные подъемники, площадка для въезда инвалидных колясок и специальные кнопки вызова водителя. О преимуществах нового транспорта подробно в сюжете. Новые автобусы на линии 111 маршрута отмечены специальными наклейками. Хотя и без них видно. Новый транспорт компании «ЛиАЗ» вместительный и комфортный. Новички нравятся всем пассажирам. Водители тоже довольны. Заключен временный договор на обслуживание автобусного маршрута регулярным сообщением номер 111, это город, город Анапа, станица Анапская, с двумя предприятиями. Это ООО «Старт» и Анапская ПТП. В Анапском ПТП представлены автобусы в количестве 11 штук «ЛиАЗ» последнего выпуска. Из них 9 предназначен для перевозки инвалидов. То есть низкопольная посадка кузова у него и имеются места для перевозки 4 инвалидов-колясочников. Главное преимущество «ЛиАЗовских» перед городскими микроавтобусами – специальный механизм наклона автобуса до 10 сантиметров, чтобы легко закатить коляску с ребенком или инвалидное кресло. Еще один способ для безбарьерного входа в автобус – откидная площадка с остановки прямо в салон. Безопасность во время движения – обязательное условие пассажирских перевозок. «Предусмотрена аппарель, по которой заезжают инвалид-колясочники. Пристегиваются, то есть становятся определенные места для перевозки, пристегиваются для безопасной перевозки. Также имеется связь с водителем». Пока автобусы запустили на время по договору, если придутся ко двору канапским дорогам, число таких городских лайнеров увеличат. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. На прошлой неделе в пятницу мы показали сюжет об объектах предприятия теплосети. Постройки не выдерживали критики. В эту пятницу работники уже завершают ремонтные работы. Отреагировали на замечания быстро. Долго запрягали, приехали быстро. Сотрудники предприятия теплосети собирались отремонтировать и облагородить внешний вид построек на углу улиц Лермонтова и Ленина в начале лета. Лето прошло, ремонт не случился. После выхода в эфир сюжета на нашем телеканале мы показали, как выглядели пушки до ремонта. В понедельник работники приступили к делу и за неделю справились со всем объемом работ. Отремонтировали, укрепили стены арматурной сеткой, зашпатлевали и придали благородный внешний вид, облицевали декоративной плиткой. Теперь постройка не портит, украшает газон, выглядит аккуратно и достойно. Продолжение темы благоустройства города. Пока одни на обчане наводят порядок, другие старательно и сознательно его нарушают. Рядом с образцовым двором дома номер 82 на улице Лермонтова дико и странно выглядит самострое. О темных и белых пятнах на улице Лермонтова расскажем прямо сейчас. Жители дома номер 82 по улице Лермонтова собственными руками создали свой двор, в котором очень приятно находиться. Дворовая территория радует глаз цветниками у подъездов, скамеечками, саженцами различных деревьев. На детской площадке постоянно играют детвора. Каждый уголок в этом дворе – это творение их умелых и заботливых рук. Такое общее дело на благо своего дома, своего города не может не радовать. У нас очень красивые полисадники, очень хороший двор. Мы все время играем, нам очень нравится эта площадка. Но рядом с этой красотой на углу Лермонтова-Азовска стоит самострой, который в отличие от своего соседа не может похвастаться чистотой и ухоженностью. Нарушены многие нормы закона. Строительство ведется бескультурно. На муниципальной территории немало строительного мусора, арматура, кирпичи, гора песка. Я считаю, что сейчас вот сносят и правильно делают, потому что нужно все по закону сначала оформить, а потом уже строить. А у нас почему-то… Власти Анапы продолжают бороться с самовольными строениями. Чтобы курорт был чистым и ухоженным, а таких красивых и уютных дворов, как по Лермонтова-82, становилось все больше. Дом на углу улиц Лермонтова и Азовская входит в список самостроев, размещенный на официальном сайте администрации. Хочется надеяться, что с этим самостроем разберутся быстро. А пока дело о нехорошем доме находится в суде. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа-регион. 1 июня «Стар» дали 28-летним площадкам при сельских домах культуры. До 20 августа на площадках отдыхали и играли более 7 тысяч детей. Сотрудники домов культуры организовывают прощальные мероприятия с концертами, выставками и сладкими столами. На закрытие летней детской площадки в Варваровке побывала наша съемочная группа. Дети у нас все очень талантливые, дети очень хорошие. Все с большим желанием ходили к нам на площадку и прощаться они не хотят. У нас сегодня грустный праздник, мы прощаемся с площадкой. Петрушкин сундучок – так назвали организаторы детской площадки Дома культуры села Варваровки конкурсно-развлекательную программу, которая открыла работу площадки 1 июня и закрыла 20 августа. Клоуны «Петрушка», ведущие программы, оказались людьми серьезными, активными участниками всех мероприятий летней площадки. Нам очень понравилась акция «70 добрых дел». Мы ходили в гости к ветеранам. Нам очень понравились их истории, о том, как они пережили, конечно, тяжело, чашка, но пережили все-таки войну. Из яркого сундучка ведущие прощального праздника доставали предметы к каждому концертному номеру. Дети и взрослые с удовольствием смотрели выступления танцевальных коллективов «Апельсин» и «Фаворит». Слушали зажигательные песни вокального ансамбля «Улыбка», поддерживали аплодисментами солистов Дома культуры. Самые активные посетители летней площадки были награждены грамотами Дома культуры. Они многому научились за лето, тому, чему не учат в школе, но может пригодиться в жизни. Например, танцевать флешмоб и петь под караоке. Они развивали образное мышление и одновременно осваивали азы рисования, создавая работы на тему «Наша Родина Кубань». Выставка поделок и рисунков как отчетная будет храниться в зале детской площадки до следующего года. Родители могут гордиться своими детьми. Многие открыли для себя, какие таланты заложены в их ребятишках. Отличительная черта работы летней площадки в этом году в Варваровке в том, что ребята получили возможность заниматься спортом и отдыхать в прямом смысле слова очень активно. Так как при Доме культуры открылся тренажерный зал и дети получили туда свободный и бесплатный доступ на все лето. Экологические акции, лекции-диспуты, спортивные эстафеты, игры, туристические мини-походы, конкурсы поделок, участие в спектаклях в театральной студии, поездки в дельфинарии и многое другое было организовано для детей. В летние дни в этом сезоне часто на площадке одновременно находилось около ста детей и никто не скучал. Сначала мне было непривычно, но потом я начал привыкать к вечной веселой тут обстановке, к веселым детям, к мальчикам и девочкам. Маленькие жители села Варваровки с легкой грустью попрощались с новыми друзьями. На следующий год они встретятся здесь снова. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа-регион. К другим темам. День Нептуна – самый тематический и правильный праздник на Черноморском побережье. И праздновать его надо правильно. Отдыхающие здравницы АКА знают, как, и проводят праздник каждый год. В этом году на традиционном Дне Нептуна побывали и мы. Пока артисты, отдыхающие в Аке, дети и вожатые, готовятся к праздничной программе, команда зрителей готовится к просмотру. Места в зрительном зале – на лежаках и на песке. Такое возможно только летом. В Анапе – в Аке. Нам все понравилось. Это город-курорт. Я сюда часто ездию, но в лагере хоть в первый раз. Здесь весело довольно. Я первый раз в Аке. Приехала из Краснодара. Тут конкурса много, тут очень весело. Мероприятия там, где кому-то дают горшок, кому-то медведя. Ну, кто самый грязный отряд, у кого самый тихий час, кто самый дисциплинированный. А потом дискотеки до 11. Кажется, для счастья больше ничего и не надо. Вечером все говорили только о празднике. Аня Некрыловой посчастливилась заглянуть в будущее. Здесь будет петалька, очень интересная. Мы видели кусок репетиции, показалось очень интересным. Сценическая площадка – песок. Из декораций только трон. Почувствовать себя царем подводного царства легко, но только в Аке и только один раз в году. Ну да пора уступать место настоящим героям. Выдавали целый час весело с песнями и шутками. Зрительские симпатии целиком завоевал. Заяц пробегает, сыграет и выручает. Роль одна, обязанностей море. Острые шутки, по-разному понятные детям и взрослым. Музыкальные отрывки и чудесный актеры-спектакль «На одном дыхании». Там вход бесплатный для меня в натуре. Все замуж под руки, а я в девках. Приходится под рейв скакать, как дуре. Русланочку замуж выдали, спели немало песен с Филиппом Киркоровым и Григорием Лепсом. Пошутили и посмеялись от души. Сам царь Нептун одобрил праздник и величественно позволил в следующем году провести такой же, в таком же составе. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа-регион. В детском санатории ВИТО подвели итоги большого конкурса «Зарница». Несколько дней ребята военно-патриотической смены соревновались в ловкости, силе и находчивости. На финале игры побывала Алина Гумерова. Подробности в сюжете. Отдых ребят в санатории ВИТО очень разнообразен и интересен. Так как смена военно-патриотическая, многие мероприятия посвящены патриотическому воспитанию. На территории ВИТО развернули 15 рубежей штаб. Командирами взводов назначили кадетов из суворовских и нахимовских училищ. Они и обучали всему гражданских ребят. По легенде, ребята освобождали территорию республики Виталия. Во время игры участники прошли много испытаний. Полосу препятствий научились разжигать костер, поучаствовали в исторической викторине, метании дротиков и, конечно, прошли строевой смотр. Я считаю, это замечательно придумали, военно-патриотический настрой. То есть, что пригласили суворовцев не только со всей страны, так еще и из разных государств. Мы общались с армянами, с казахами, с белорусами, общаемся с украинцами. Меняемся атрибутами одежды, деньгами, веселились, дружили, общались. Они нас словами своими учили, хорошим. Ну, очень весело было, интересно. В Анапе для ребят проводят разные спортивные соревнования, конкурсы, познавательные лекции и встречи. С каждым годом программа военно-патриотическая смена становится более насыщенной. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Федерация зимнего плавания Кубани традиционно отмечает православные государственные праздники России выхода в море. В день флага России, 22 августа, анапские моржи совершили заплыв на Утряше. Сейчас максимальная температура воды в море плюс 26. И новички, которым предстоит привыкать к зимним купаниям с лета, делают заплывы вместе со старшими опытными коллегами. В группе пловцов присоединилась Лариса Басова. Анапское отделение моржей – самая многочисленная региональная организация Федерации зимнего плавания Кубани. Президент Федерации, генерал-майор Владимир Миронов – человек особой закалки. Служил на Северном флоте и объединил в Анапе 153 поклонника моря, которые стали после процедур закаливания еще и поклонниками зимнего плавания. Принимают участие у нас представители Анапского отделения «Единой России». Кроме того, у нас также участвуют от администрации Субсидского сельского округа. Они поддерживают все наши инициативы. Это не первое наше мероприятие, посвященное датам памятным. Мы также проводили мероприятие, связанное и с Днем России, и с Днем военно-морского флота, и с другим памятным датам. В совместные заплывы в море Анапские маржи проводят круглогодично в общероссийские праздники. Не пропустили, конечно же, День флага Российской Федерации, учрежденный 22 августа 1994 года. Собрались в этот раз на Утрише. Ура! 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 В акции принимали участие все желающие. Братья-близнецы Тимур и Руслан Смирновы, уроженцы Славянска-на-Кубани, живут и работают в Москве. Приятно удивлены такой новой формой отмечать праздники на Кубани и решили присоединиться к маржам. Полезно для здоровья. Мы так сами занимаемся спортом. Хотелось бы продолжать. Лето заканчивается. Маржи продолжают закаляться. Впереди время испытаний на прочность зима. Лариса Басова, Игорь Куршаков. Анапа-регион. В поселке Суко под Анапой состоялся открытый краевой чемпионат по фитнес-аэробике. Кубанские соревнования «Море фитнеса» традиционно каждый год собирают любителей этого красивейшего вида спорта со всей страны. В спорткомплексе детского здравительного лагеря «Энергетик» соревновались 200 участников из 10 российских регионов. 50 спортсменов представляли Кубань. Фитнес-аэробика – один из самых молодых видов спорта. Быстро завоевывает мир. Это массово эстетически увлекательный и поистине зрелищный командный вид спорта. Собрав и все лучшее из теории и практики о здоровительной спортивной аэробике. В программе соревнований в Анапе – командное выступление по фитнес-аэробике, хип-хопу, степ-аэробике. Это же замечательный вид спорта. Это красота, это здоровье, это гармония, это культура. Это все вместе взято одним словом – красота. Татьяна Шишкова из Таницы Староминской в детстве занималась гимнастикой, но из-за травмы спины не смогла продолжить занятия. Поэтому Таня уже 10-й год занимается аэробикой. На соревнованиях в Анапе ее команда не впервые. В юные годы девочки успели стать многократными чемпионами Южного федерального округа и Краснодарского края. Он сочетает в себе многие качества, развивает выносливость, гибкость, эмоции, также фигура хорошая, многие знают. И поэтому он имеет большое, широкое, ну, многие людей занимаются аэробикой, в том числе и мальчики. Юля Светуль занимается этим видом спорта меньше своей землячки Тани – три года. Но ее команда уже успела выступить во многих городах Краснодарского края и в Москве. Мне он очень нравится, он нужен, он поддерживает фигуру, и я почти никогда не болею. Организаторы соревнований и учебно-тренировочных сборов – Федерация Краснодарского края по фитнес-аэробике. Президент Федерации – Надежда Жуковская, вице-президент Елена Колдаева и исполнительный директор Юлия Фирсова. Все девушки являются тренерами «Дюш» номер один города Анапа. Тренируют на базе спортклуба «Ритм» на улице Крымска, 198. На соревнования в Анапа уже не в первый раз приехал гость из Испании. Джонатан провел с ребятами массовую тренировку. Очень хорошее соревнование, я очень рад, что приехал в Россию. Уже второй год меня приглашают проводить данный спортивный сбор. Очень нравится этот лагерь, рад делиться опытом с вашими спортсменами. По итогам судейских оценок первые золотые места заняли команда «Ириски» из станицы Староминской и команда «Энерджи» из Новороссийска. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа-Регион. Что такое добро и как его понимают маленькие анапчане? В рамках доброй акции «70 добрых дел» воспитанники детского садика номер 45 почистили памятник Кате Соловьяновой. Подробности большого дела маленьких анапчан в сюжете. Ведерки с водой, тряпки, веники, орудия уборки готовы. В сквере на улице Кати Соловьяновой воспитанники детского садика номер 7 приступили к уборке. Мы убираем памятник Кате Соловьяновой. В городе была война 70 лет назад, поэтому все должны столько дел сделать. За полчаса большой коллектив маленьких работников убрал сухую траву из газонов, чисто вымыли памятник, подмели дорожку. Мы все помыли памятники и подметаем. Я работаю, делаю хорошее дело. С настроением, удовольствием и главное – осознанно. Маленькую Соню в первом ответственном деле на благо города пришел поддержать дедушка. Что-то у них в голове будет, останется. Наверное, неплохо, хорошо, конечно, это все. Потом ей поинтересуются, спросят, как, что она была, что это самое. Потом очень полезно, хорошо. И как в детской песенке не зависит доброта от роста. Дети 5 и 6 лет отработали по-взрослому серьезно. Мы ведем большую патриотическую работу. Тем более, что у нас сейчас здесь ребята подготовительной старшей группы. То есть, это те ребята, с которыми ведется такая работа, которые осознанно это все воспринимают и понимают. То есть, мы рассказали о этой героической девушке нашего города. Мы сказали, что это находится совсем близко с нашим детским садом. Многие даже ходят, гуляют здесь. И поэтому ребята как-то изъявили желание прийти. Анапчанка Катя Соловьянова, партизанка-подпольщица, погибла в 1942 году, когда ей исполнилось 20 лет. К ней не обращались по имени-отчеству, слишком молодой была. Поэтому самая зеленая улица Анапы звучит так просто и молодо. Улица Кати Соловьяновой. Говорят, люди живы, пока о них помнят. О героизме этой девушки помнят. И знают даже самые маленькие анапчане. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на выходные. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайной медной горы» и торговый центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Тайная медная гора. КОНЕЦ «АЛАС» В субботу 24 августа в Анапе малооблачно возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов. Ночью плюс 24. Ветер южный 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Лунапарк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗАЛИОННЫЙ ЗАЛИШИН ДИНАМИЧНЫЕ ДИНАМИЧНЫЕ ГОВОРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...